Апрель. Месячник по благоустройству. Такое распоряжение было подписано в районе. После объезда территории определение болевых точек был собран штаб по благоустройству, где определялись задачами на период проведения субботников. После зимы очень много вытаяло грязи, очень много песка, земли. Ну и вообще, конечно, наша с вами задача в ближайшие две недели до первого мая мы должны, две с половиной недели остается город и район привести в порядок. В этот период будут проведены два субботника, 14 апреля и 21 апреля. Общеобластной субботник. К наведению порядка будут привлечены большие силы. Мы в этот процесс однозначно вовлекаем все наши предприятия, которые у нас есть на территории города и района. Однозначно мы даем информацию и привлекаем к наведению порядка наше население жителей. И это мы будем делать активно и в этом году. И, конечно, наши надзорные органы, административно-технический надзор будет контролировать ситуацию. Основные задачи на ближайший субботник, 14 апреля, будут выглядеть следующим образом. До 21 числа мы должны убрать грязь, бордюры отмыть, отмыть витрины и 21 числа мы уже ставим задачу красить заборы, деревья, бордюры, вот пока так. Была разработана карта, на которой отмечена зона ответственности предприятий, где они должны будут навести порядок. Представитель госатнотехнадзора рассказал о требованиях надзорного ведомства и юридических тонкостях. А также подчеркнул, что государственный административно-технический надзор не ставит главной своей целью карать и налагать штрафные санкции, а лишь контролировать исполнение законодательства и предписаний. Относимся с пониманием, ни в коем случае никаких там административных дел возбуждать просто так не будем, потому что мы понимаем одно, вы не ссорите, да, кто-то вам помогает, вот это обстоятельство мы обязательно учитываем. Денис Нитко, Дмитрий Волнов, Воскресенские вести.